При великим удовольствии представляю наших земляков, которые живут и работают в городе Ханты-Мансийске. Это ансамбль «Гармоника», художественный руководитель Владимир Пшеничников, солистка Вера Тиханчук, пожалуйста. Значит, далее смотрите, обратите внимание, Чистяков Валерий играет на гитарайке. Почему этот инструмент называется гитарайкой, мы расскажем чуть позже. Далее следует Чистяков Иларион, сын Валерия Чистякова, и Остяков Артём, который играет на ударных инструментах. Доброе утро. Так, сейчас будем задавать по порядку вопросы, но хотелось бы начать вот с того. Поскольку Владимир Пшеничников является композитором, и об этом мы чуть позже поговорим, о репертуаре ансамбля, хотелось бы узнать, Владимир, как бы ваш ансамбль утро отобразил в звуках? В звуках музыки. Какое оно? Симпровизировать можно что-нибудь? Чтобы народ проснулся. Да. Ну, я думаю, народ уже давно не спит, но, по крайней мере, ваше настроение. Вот какое утро у ансамбля «Гармоника»? Давайте попробуем. Немножко кусочек. Да, кусочек. Звук «Гармоника» Знакомая мелодия. Знакомая мелодия, потому что совершенно недавно на нашем канале был показан фильм режиссера Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». «Место встречи изменить было нельзя», именно поэтому ансамбль «Гармоника» оказался в нашей программе. Один из поводов присутствия гостей в нашей программе – это возвращение после, я думаю, удачного участия в московском, всероссийском конкурсе. Чуть выше, руководители и солисты ансамбля «Гармоника» присутствует, ну, практически уже музыкальная династия, династия в том числе и педагогов, которые работают в школе номер пять. Это отец и сын Чистякова. Валерий Чистяков играет на гитарайке, но по профессии он и является физиком. Учитель физики, да, Валерий? Да, ну я преподавал. А вот расскажите, почему ваш инструмент называется гитарайка? И, насколько я знаю, это единственный в мире инструмент такой. Ну, это с легкой руки педагога с педагогического колледжа. Назвали так, это первоначальное еще название. Дело в том, что у нас направление все-таки народное. Есть такая большая балалайка, бас-балалайка называется «Прима». Ну, я думаю, чтобы имидж ансамбля полностью все на балалайках. И вот совместил гитару с балалайкой. Оказалось, практически аналогов просто нету. Вот в Москве подходили музыканты, щупали, спрашивали, удивлялись, что вот такой инструмент. А чем отличается балалайка и гитарка? Ну, гриф, я насколько понимаю, гитарный? Да, кузов балалайки. А звук? Ну, звук хоть балалайки. Хоть балалайки. Гитараечный. А где гитарки? Или гитарки. Здорово. Так, ваш сын и Ларина... В этом не получился инструмент. Вот такой инструмент. Так, дорогие друзья, я думаю, кто-то хочет, может быть, воспользоваться ноу-хау. Я думаю, Валерий, вы не будете возражать, если кто-то совместит в домашних условиях гитару и балалайку по вашей методике. Не запатентовали, то есть. Надо вот запатентовать. Надо запатентовать. Я думаю, брать потом небольшую мзду со всех любителей музыки. Ваш сын Иларион по образованию инженер-механик. Тоже любит музыку. Иларион правильно? Я не ошибся? А в школе вы преподаете? Информатику. Информатику. Вот так вот. От цифровых технологий к технологии музыкальной. И Остяков Артем является студентом четвертого курса, является аранжировщиком в этом коллективе. Ну, я думаю, зрители уже, наверное, заждались. И хотелось бы одно из произведений ваших услышать. Как он называется, Владимир? С чего мы начнем будить? Ну, мы начнем шуточную. Продолжать. Дело в том, что я хочу сказать, что мы долго сомневались, но решили запеть вместе. Вместе с солистой Верой Михайловной. И это мы, кстати, на конкурсе показывали эту вещь. Ну, насколько получилось, давайте посмотрим. Ну, давайте выставим нас тут за игли. Итак, дорогие друзья, в программе «Семи до девяти» Эксклюзивное музыкальное произведение от ансамбля «Гармоника». Спеют яблоки и вишни в саду. Вся скотина разбрелась по двору. Мы с соседом на крылечке сидим, О погоде, о делах говорим. Мы с соседом на крылечке сидим, О погоде, о делах говорим. Хоть бы дождик, что ли, все дня прошел, На полях давно картофель зацвет. Что-то рыба нынче не плюет, А Егорыч третий месяц не пьет. Что-то рыба нынче не плюет, А Егорыч третий месяц не пьет. Сдам я сено на миллион, да гусей, Да купить бы мотоцикл поскорей. Мне бы в ад исправить сапоги, Износились у детей башмаки. Мне бы в ад исправить сапоги, Износились у детей башмаки. С вчерашнего болит голова, С Леонидовичем кололи дрова. К нам из города приехал Сергей, В полдеревни набежало гостей. К нам из города приехал Сергей, В полдеревни набежало гостей. Спеют яблоки и лишни в саду, Вся скотина разбрелась по двору. Мы с соседом на крылечке сидим, О погоде, о делах говорим. Мы с соседом на крылечке сидим, О погоде, о делах говорим. Ча-ча-ча! Ча-ча-ча, дорогие друзья! Итак, ансамбль «Гармоника». Мы продолжаем беседовать. Вот мы клубом уже покорили. Что дальше? Куда дальше? Я думаю, уже за рубеж пора махнуть. Вот хорошие песни получаются, потому что у нас вот хорошие люди в городе. И природа, и все гармонично, я считаю, что... Все способствует. Что способствует, да. То есть песни легко рождаются? Ну, почему-то здесь только. Вот куда-то уезжаешь, да, вот странно. И не получается, и все. Не получается. Владимир, ну что, вопрос-то был задан не зря, Светлана, потому что... Да, потому что вам поступило приглашение приехать в Испанию аж на два фестиваля сразу. Ну, коллектив, когда выступил, приглашение, да, получили мы в Испанию. Это будет в сентябре месяце. Вот, ну, там, как говорится, нужны спонсоры. Часть оплачивает Москва. Вот, поэтому тут проблемы могут быть, конечно. Но мы надеемся поехать. Ну, испанцы будете тоже удивлять... Это мансийским вальсом. Да, я думаю, мы обязательно... Нам, тем более, значит, сказали, что очень любят народную музыку в Испании. Вот именно народные инструменты, русский фольклор, поэтому... Возможно, к тому времени что-то еще родится, еще появятся какие-то новые произведения. Возможно, рождение. Ну, я думаю, вы же и испанские мелодии легко, поскольку профессионально владеете инструментами. То есть, вот спеть уже вопрос, наверное, на испанском языке. И то, я думаю, Вера Михайловна, это, думаю, не вопрос. Окей. Я думаю, что это не сложно. Если реально будет поездка, мы придумаем что-нибудь. Я думаю, ансамбль «Гармоника» сможет удивить испанских зрителей в том числе. Тем более, что репертуар в ансамбле уже накопилось аж на три диска. Правда, Вадим? Осталось только найти спонсоров. Спонсоров и студию хорошую, чтобы мы спокойно могли прописать. Потому что мы всегда все это в суете, и времени не хватает, и условий. Ну, тем более, опыт уже есть. Вот на стихи... Сафонова, Владимира Степанова. Владимира Сафонова и музыка Владимира Пшеничникова уже был записан диск, который называется «Югра, любовь моя». Мы его разыгрывали в нашей программе неоднократно. И части из этих же песен вошли на диск «Поет юность Югры», дорогие друзья. Ну, а... Еще, кстати, я добавлю. Есть еще диск «Здравствуй, Югра», вот, к 10-летию. Там тоже вошли песни, ну, аранжировали в Москве и записывали коллективы. Ясно. Дорогие друзья, ну, в данный момент поет гордость Югры, гордость города Ханты-Мансийска, ансамбль, гармоника. И в данный момент сейчас прозвучит в нашей программе Ханты-Мансийский вальс. Так что, дамы, приглашайте кавалеров. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Над величавой горой Чайки летят за гормой за поворотом реки. Город мой с детства родной, окон родных огоньки. Значит, нам очень близкий город этот сибирский. Город родной, крайне пленой, вальс Ханты-Мансийский. Значит, нам очень близкий город этот сибирский. Город родной, крайне пленой, вальс Ханты-Мансийский. За пеленою дождя, в сумерках контуры крыш. Здесь в наших предках землях, огни красавицких, слышь. Здесь уж мороз, так мороз, если снега, так снега. Шум белоствольных берез и вековая тайга. Значит, нам очень близкий город этот сибирский. Город родной, крайне пленой, вальс Ханты-Мансийский. Значит, нам очень близкий город этот сибирский. Город родной, крайне пленой, вальс Ханты-Мансийский. Город родной, крайне пленой, вальс Ханты-Мансийский. Алые гроздья рябин, желтые листья берез. Север дыханием своим свежие краски принес. Вот блеск огни на воде, Плачут вдали журавли. Им не найдется нигде Лучше, чем нашей земли. Значит, нам очень близкий Город этот сибирский. Город родной, крайне киной, Вальс, Канты, Мансийский. Значит, нам очень близкий Город этот сибирский. Город родной, крайне киной, Вальс, Канты, Мансийский.